Субтитры подогнал «Симон» 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 И есть люди, которые действительно всё имеют, их дом как полная чаша, но так как их сознание, сознание самих родителей в плену этих мифов, они ничего не могут сделать со своим ребёнком. И вроде бы родители этого ребёнка говорят, мы признаём, что всё это вредно, что долго сидеть у экрана компьютера вредит и зрению, и физическому, и духовному состоянию ребёнка, но мы ничего не можем сделать. Почему? Потому что как же он отстанет от жизни? Вот он пойдёт в детский сад, о чём ему говорить со сверстниками? Потом он пойдёт в школу, о чём ему говорить с другими? Он же не должен быть белой вороной. И получается, что находясь в плену лживых установок, лживых мифов, мы, к сожалению, мы, взрослые люди, отдаём своих детей в жертву киберзависимости. Вообще отдаём в жертву вот этой современной массовой культуре, которая разрушает, деструктивно воздействует на сознание детей. И получается так же, как во времена Ветхого Завета, дорогие друзья, мы читаем священное писание, языческие народы, не знающие единого истинного Бога, обманутые падшими духами, духами злобы поднебесной, отдавали своих детей на сожжение, то есть отдавали их в жертву идолам, бездушным идолам, за спиной которых стояли на самом деле падшие духи. И действительно, вот мы, живущие в христианскую эпоху, мы читаем, и это, конечно, вызывает у нас ужас, и справедливый ужас, как это родители сами отдают своих детей, бросают их в огонь, в жертву идолам. А если мы посмотрим сейчас, казалось бы, вроде бы нет таких вот грубых идолов, нет таких вот святилищ, где надо отдавать ребенка в жертву, то есть приносить его на заклание. Но, поклоняясь ложным мифам, находясь в плену этих ложных мифов, мы на самом деле также повторяем путь языческих народов, которые жили в эпоху Ветхого Завета, которые не щадили своих детей, их душу, самое главное, их драгоценную душу, бессмертную душу, за которую Господь пролил свою причистую кровь на кресте, отдаем жертву. Поэтому в первую очередь мы призываем вас, дорогие друзья, и мы уже этой темы касались на прошлой передаче, призываем всех вас, дорогие друзья, посерьезнее задуматься над тем, как нам, взрослым, а в первую очередь наша аудитория – это верующие люди, нам, верующим людям, как оградить наших детей от тлетворного влияния современной массовой культуры, которая влияет на ребёнка через телевидение, через компьютерные игры, просто через игры, которые также, игрушки, которые сейчас полно на прилавках магазинов, сами игрушки неэстетичны, отвратительны, там только какие-то полуобнажённые женщины с копьями и обязательно с рогами, то какие-то трансформеры, то монстры какие-то, на которых даже взрослому человеку нормальному смотреть неприятно, это вызывает отвращение. Ребёнок, играя с ними, он живёт в мире вот этих монстров, вот этого отвратительного, его сознание привыкает к всему вот этому неэстетичному, отвратительному. Это очень-очень опасно. – Батюшка, у нас есть первый звонок, Сергеев Посад на связи, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Сергеев Посад, вы на связи, говорите. – Добрый вечер, отец Дмитрий. – Добрый вечер. – Добрый вечер, уважаемый ведущий. Да, это звонят из Сергеева Посадского района, учительница. – Задавайте ваш вопрос. – Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. – Учительница начальной школы. У меня такой вопрос. Начинается учебный год. Начинается учебный год, сейчас пройдут родительские собрания. Скажите, пожалуйста, как доступно объяснить родителям опасность компьютерных игр для детей? – Спасибо. – Спасибо, Господи, очень хороший вопрос. Я с большим уважением вообще к педагогам отношусь и позвольте в вашем лице всем педагогам в преддверии учебного года пожелать помощи Божьей терпения. И, наверное, не будет преувеличением, не будет лестью сказать, что всем педагогам современной России надо при жизни памятник золотой поставить. Через какие тернии они проходят, как им приходится, особенно тем педагогам, которые действительно от Бога, которые стараются душу положить для того, чтобы воспитать нравственную личность. И, конечно, педагоги, кроме того, что сталкиваются с проблемой гиперактивности, непослушания детей, педагоги, и это вы хорошо знаете, можете сами засвидетельствовать, сталкиваются с проблемой, как родителям объяснить. Потому что родители, приходя на родительские собрания, почему-то у них такая установка, это также один из ложных стереотипов, что раз я отдал ребенка в школу, как раньше говорили, советская школа, сейчас говорят, российская школа обязана воспитать моего ребенка. А как она это будет делать? Мы сами, как родители, помогать в этом не будем, возлагаем всю ответственность на школу и с претензиями, с требованиями подходят к педагогу. И порой, когда педагог старается объяснить, вот посмотрите, ваш ребенок приходит, у него портфель с изображением какого-то чудовищного монстра, тетрадь дневник приносит ребенок, ложит на стол, и с этой тетради смотрит такое отвратительное чудовище, что даже учительница ходит по классу, ее даже холод по спине, а ребенок постоянно смотрит, открывает эту тетрадь, и вот это чудовище отвратительно, постоянно на него смотрит этими злыми глазами. Вот как донести до родителей? Да не покупайте вы такие тетради, не покупайте вы такие портфели с изображением вот этих отвратительных монстров. И тем более, как объяснить родителям, вы правильно задали этот вопрос, пагубность компьютерных игр, потому что увлечение компьютерными играми отражается на процессе обучения. То есть, резко снижается успеваемость у тех учащихся, которые, а даже в начальной школе это уже заметно, которые львиную долю своего времени тратят на прожигание своих сил и времени компьютерных игр. Но я бы вам посоветовал как, обратите внимание на то, что компьютерные игры, они сейчас развиваются, все более и более новые, и в различных журналах рекламных говорят, вот следующая игра, она еще более эффективна, еще более реалистична, там попробуй, попробуй, это очень тонко играет на тщеславии самого ребенка, им хочется испытать новые, более острые ощущения. Обратите их внимание на следующие моменты. Все наиболее популярные у детей и у подростков компьютерные игры как раз растормаживают архетипы подсознания. Как говорил Карл Густав Юнг, швейцарский психолог, он говорит, что в человеческом есть сознательное, есть бессознательное, есть частное, а есть коллективное бессознательное. И вот в коллективном бессознательном любого народа, где-то в глубине, в подсознании, если так можно образно сказать, в подвалах подсознания хранится память о дремучем язычестве, которое было на заре того или иного народа, если мы говорим о русском народе. Дремучее язычество до принятия крещения, когда поклонялись силам тьмы в образе различных идолов и так далее. То есть невежество, грубое язычество, человеческое жертвоприношение. Сейчас это глубоко в подсознании коллективном. Компьютерные игры, которые на самом деле являются верхом совершенства технического, они как раз-то растормаживают в сознании ребенка вот это бессознательное. Причем так называемый дум образной игры, когда главный герой, то есть играющий ребенок, он как бы через глаза, через зрачки главного героя видит окружающий мир. Это очень реалистично. И таким образом очень стремительно и неумолимо происходит отождествление играющего ребенка или подростка с главным героем. А так как большинство, вот обратите внимание родителей, большинство наиболее популярных компьютерных игр, где главный герой это всемогущий такой вот супермен, липовый на самом деле герой, но тем не менее такой вот супермен всемогущий, жестокий и безжалостный, то происходит неумолимое отождествление личности, еще не сформировавшейся, не устоявшейся личности ребенка именно с злым персонажем, который там всех сокрушает, стреляет, рубит головы, там летят конечности оторванные. И все это настолько реалистично, цвет крови, звуки, отрываемые плоти. И ребенок, будучи это даже взрослому человеку, смотреть не полезно. А ребенок, который все это видит как бы из глаз главного героя. Ему очень тяжело отделить реальность от игры. И он настолько игра, она то и построена, что она полностью поглощает. И вот как бы есть три, как психологи пишут, в частности Марина Николаевна Миронова. Было у нее замечательное выступление в 2006 году на рождественских чтениях. Она кандидат в психологический наук и преподает в Калужском университете повышение квалификации педагогов. Вот она в этом замечательном докладе как раз обратила внимание на три очень важных момента. Как растормаживается подсознательное. Ребенку дается возможность ходить по лабиринтам. Это известный древнегреческий миф о Тисее и Минотавре, который жил в лабиринте. Но в греческой мифологии Тисей нашел Минотавра и убил его. А здесь получается наоборот. Ребенок, главный герой, он ходит по вот этому бесконечному лабиринту. Там множество самых разных отвратительных чудовищ. И каждая встреча с ними уменьшает его собственную жизнь. В конце он едва ли останется победителем. Но самое главное, что постоянно видя на экране отвратительные, безобразные образы каких-то врудалаков, чудовищ, каких-то гигантских насекомых со всевозможным оружием, ребенок постоянно видит и привыкает к образам отвратительного, именно образы ада. И следующий очень важный момент, и Марина Николаевна Миронова на него обращает внимание, в психологии даже есть термин, термин «танатизация сознания». От слова «танат» – это божество смерти. Опять-таки в греческой мифологии это когда ребенку постоянно навязывается образ смерти, как чего-то неминуемого, разрушение, разрушение всего окружающего мира. И причем смерть воспринимается как что-то такое, что можно наблюдать и получать какое-то эстетическое удовлетворение. И даже случаи такие были, я даже из своего маленького опыта могу сказать. Встречаем людей, вот в семье умер отец, подростки, стоят на похоронах отца в каком-то тупом окамененном нечувствии. На их лицах не видно ни сострадания, ни слез, ни жалости, ни даже серьезного сознания утраты, что они прощаются со своим отцом на достаточно долгий период. То есть, по сути, они не понимают. Они стоят, смотрят, как будто они участники какой-то игры. А в игре, в игре, там же смерть, в следующей игре можно играть заново. А ведь это же не игра. И вот это приводит как раз к такому нравственной деградации, оттупению. Когда человек смерть воспринимает как даже с каким-то мрачным эстетическим удовлетворением. Ему ничего не стоит мучить животных или смотреть на страдания других людей со смехом. Он может жевать пирожок и смотреть, как человек споткнулся и кощется от боли. И вот именно архетипы ада, смерти и безобразного – это и есть как раз то, что навязывается компьютерными играми и растормаживает наши бессознательные. Поэтому вы постарайтесь обратить внимание родителей на родительских собраниях. Это надо делать обязательно. делать, пояснять, что таким образом, попуская ребенку бесконтрольно играть в компьютерные игры, вы потеряете своего ребенка. У нас новая ЗНОК. Воронеж на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Алло. Да, мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как бы вы неверующему подростку объяснили, что ругаться матом – это плохо? И еще, есть ли у вас такая возможность почаще бывать в эфирах? Так крайне помогает на ваши советы в практике. Благодарю. Всего доброго. На второй вопрос сразу могу ответить. Это же не от меня зависит. А на первый вопрос. Можно подростку образно объяснить. Я прошу прощения, может быть, не совсем приятно будет слышать то, что я сейчас скажу. Объясните ребенку или подростку, вот приятно ли тебе общаться близко с человеком, который никогда не чистит зубы? У него постоянно идет неприятный запах изо рта. Приятно ли тебе общаться с другом, который никогда не моется, никогда не моет руки? У него от одежды идет, мягко говоря, неблагоухание. Приятно ли тебе будет с ним общаться? Вот то же самое мат в духовном смысле, как грязная, нестеленная одежда и совершенно неопрятный вид. Вот подобно тому, как с человеком грязным, который сознательно не моется, который так вот опустился, неприятно общаться никому, особенно близким людям. Точно так же неприятно общаться с человеком, из уст которого идет вот это гнилословие, как очень мудро сказал святитель Анзлатоуст, великий учитель церкви. Потому что мат – это не что иное, как духовное зловоние. Батюшка, мы начали говорить о киберзависимости. И вот хотел спросить, какие признаки киберзависимости? Как родителю определить, что их ребенок зависим? Ну, конечно, в первую очередь лучше обращаться к психологам, которые так или иначе специализируются на различных формах зависимости – наркотической, игровой, алкогольной. В принципе, даже в домашних условиях любой родитель, который сделали главную, можно сказать, простите меня за горькую иронию, дорогие друзья, одну из главных ошибок родители сделали, если вы купили своему ребенку игровую приставку или персональный компьютер для игры. Знайте, что вы сделали большую ошибку. Если вы такую ошибку уже сделали, то понаблюдайте за ребенком, и по некоторым признакам вы можете уже увидеть. Первый признак – если вы его спрашиваете, сколько времени он тратит на сидение просто у компьютера, и вы сразу видите, что он начинает вам лгать. То есть, он вместо того, чтобы два часа или час посидеть, он сидит пять часов. А говорит, что сидел всего часа, а остальные четыре часа делал уроки. А вы смотрите, что уроки не сделаны, и он на ваше справедливое замечание, что почему ты говоришь неправду, он начинает очень агрессивно реагировать, вспыльчиво. Начинает даже угрожать. Или если ребенок или подросток находится в состоянии какого-то постоянной неестественной задумчивости, то он даже просто в обычной жизни что-то ходит, а у него мысли, мысли где-то не здесь. Ну, как человек, как не в себе. Такой, как будто даже не владеющий собой. А его спросить, чем он занимается, чем думает, он думает, как перейти на другой уровень игры. То есть, он постоянно поглощен чем-то. Поглощен именно компьютерной такой вот зависимостью. И из этих простых примеров можно видеть, что у него произошло такое вот раздвоение личности. Он живет не в этом мире. Он не общается с живыми родителями, со сверстниками, а он живет в мире виртуальном. И, конечно, это очень легко увидеть по успеваемости. Потому что, как правило, успеваемость у детей киберзависимых очень резко падает. Они становятся раздражительными, легко возбудимыми. У них, вопреки представлениям, ложным представлениям, у них как раз и разрушаются социальные связи. Некоторые родители думают, что если ребенок будет знать все новшества компьютерных игр, ему легче будет общаться со сверстниками. Как раз наоборот. Чем больше он будет играть, тем меньше будет общаться с людьми. И даже вот знаю и на своем горьком опыте хороших, на самом деле, у хороших родителей, хороших дети, подростки, на первый взгляд, общительные, коммуникабельные. И даже и мама, и папа, глядя на них, даже ничего заподозрить не могут. Думают, что мой ребенок веселый, общительный, он может со всеми общаться. А на самом деле, кроме как, допустим, кричать, требовать что-то, ломать, он общаться-то не может. То есть он не может выслушать, что-то сказать и спокойно выслушать. Он может только кричать, ломать, требовать, а если говорить, то только о компьютерных играх. Это уже по этим признакам можно видеть, что в ваш дом на самом деле пришла беда. У нас снова из Занок, Белгородская область на связи. Евгений, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер, Бадарий Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте. Может быть, для начала, чтобы огородить детей, надо на себя посмотреть. Кто эту культуру пропагандирует по телевизору? Не дети же, а мы взрослые. Спасибо. Во время поста даже верующие смотрят дурацкие сериалы. И вот эти комедийные, они же пояса, юмористические программы. Дети видят это все. Спасибо. Да, да. Совершенно правильно вы говорите. Врачу исцелися сам, как сказано в Священном Писании. Конечно, ведь мир компьютерных игр, равно как и мир вообще средств массовой информации, ведь создали взрослые. И создают взрослые люди, которые не задумываются о существовании Бога. Я сейчас не говорю о том, верующие они или не верующие. Потому что сейчас модно говорить, что все верующие. Сейчас любого спроси, редко кто так скажет. Я, я абсолютно, это и все говорят, что мы верующие. Даже в кабинет к любому чиновнику, если заходишь, раньше был портрет Владимира Ильича Ленина, а теперь иконки стоят. Но это не значит, что сидящий в удобном кабинете чиновник – верующий человек. Это не значит, что он исповедуется, причащает Святых Христов, Бухтан читает утренние и вечерние молитвы, что сейчас верующими себя все называют, но таковы ли они по жизни. И как раз многие, может быть, и называющие себя верующими люди, но забывающие о существовании Бога и о том, что мы ответственны будем перед Богом за каждое мгновение своей жизни, за свои слова, за поступки. Вот такие люди как раз и создают мир, вот этот кромешный мир компьютерных игр. Почему-то думая, что детям это интересно. Нет, но детям же правда интересно. Тут вопрос-то, на самом деле, не совсем простой. Даже опытные психологи говорят о таком феномене. Вот знаете, как кролик смотрит на удава перед тем, когда удав его проглотит. То есть, он одновременно трепещет, он его боится, одновременно в нём борются два мотива – и убежать от хищника, и одновременно он какой-то непреодолимой силой тянется к удаву, то есть, как жертва, тянется быть съеденной. И такой же психологический момент есть, и об этом знают создатели компьютерных игр, создатели фильмов ужасов, всей вот этой нездоровой мистики, передач, которые провоцируют интерес к оккультизму, к магии. Всё это хорошо знают. И все мы, взрослые, знаем, что, как иногда, хочется что-то страшное послушать или рассказать. Это именно патологическое, греховное состояние, когда вместо отвращения козлу человек чувствует непреодолимое козлу влечение. А компьютерные игры как раз и спекулируют на вот этом чувстве. Что ребёнку вроде бы и страшно, и такие примеры тоже родители не делились, особенно бывают многодетные семьи, подростки играют в стрелялки, там, крики, брызги крови, там, отрываемые головы, и младшенький в семье. Он с ужасом, когда старшие ребята включают компьютер, с ужасом сначала убегал из комнаты, а потом тихонечко в эту комнату заходит, и дрожа весь, и даже иногда вынуждены родители памперсы ему одевать, простите за такую деталь, дрожа держится за спиной своих двух братиков, но продолжает смотреть на всю вот эту мерзость, всю вот это кровопролитие. То есть ему одновременно и страшно. И в то же время он продолжает смотреть. И вот если задать вопрос, нравится ли ему это, он, наверное, сам ответить не может. И подростки, которые играют, не задумываясь, что младший братик с модой, тоже вот их спросить, тебе нравится? Они скажут, а что, все играют, и мы играем. Они об этом не задумываются. Но вот все же как оградить ребенка от компьютера? Потому что когда компьютер есть в семье, бывает ребенок еще ему 3-4 годика, он не умеет читать, писать, но как включать компьютер, как заходить в интернет, он уже знает. А почему так происходит? Да, увы. Ну тут как бы хорошо, что вы коснулись, Сергей Александрович, этого вопроса. Это вопрос вообще и о слишком ранней разбитости современных детей. И сейчас почему-то один из мифов, вот мы сегодня тоже говорим о мифах, которые бытуют в сознании родителей, почему-то такой миф, что ребенок мой должен развиваться. Он еще не умеет ходить, но он уже должен научиться плавать. Он еще по-русски не умеет двух слов связать, но он должен уже знать два европейских языка, английский и французский. Почему? Потому что он, может быть, станет каким-то перспективным бизнесменом. Он еще не умеет говорить слово «на», ребенок, но он уже знает слово «дай». «На» он еще не говорит, а вот «дай, пожалуйста». И если попробуем не дать, он сразу отрывает почти из рук то, что он хочет взять. И вот родители почему-то думают, что ребенок должен быстро развиваться. И вот обычно в таких семьях читать и даже открывать книгу ребенок не может, но как включить компьютер он уже знает. И даже в розетку, и как-то родители почему-то спокойно на это смотрят. В розетку сам включает ребенок компьютер. Не переживают родители об этом, потому что не осознают опасности для его души. Поэтому оградить надо в первую очередь тем, что с самого начала изначально в семье должна быть такая установка. Если компьютер есть, это инструмент для работы взрослых, а не игрушка. Ребенок вообще приближаться к компьютеру без разрешения не должен. Он должен понимать, есть игрушки, вот есть твои игрушки, а компьютер – это не игрушка. Но опять же, если посмотреть игрушки детей, там какой арсенал? Увы. Всевозможные пистолеты, автоматы, радиоуправляемые танки. Да, да, которые кричат такими страшными, наполовину китайским, наполовину английским языком. И когда он по комнате едет и стреляет, то там вся живность, которая если в комнате есть, то она сразу же разбегается. И вот эти безобразные трансформеры, которые также деформируют сознание ребенка. Почему? Потому что трансформер – это на глазах ребенка разрушение чего-то целого. У ребенка не формируется сознание, что есть что-то целое, что надо сохранить и уберечь. А это все целое можно разрушить. Вот могу поделиться опытом. Один отец, у которого растут два сына, они уже в младшем школьном возрасте. И они как-то заинтересовались, увидели там на площадке у других деток этих чудовищных, безобразных трансформеров, этих, не пойми что, какое-то недоразумение с рогами. И говорит, папа, купи нам-то такое же. А отец говорит, ребятка, знаете, кто такие трансформеры на самом деле? Кстати, дорогие друзья, можете взять себе на вооружение этот пример. Трансформеры – это не что иное, как отдаленно напоминающую человеческую фигуру, кричащая, рычащая груда мусора. То есть, трансформеры – это обитатель свалки, в прямом и в переносном смысле этого слова. И отец подвел к мусорному контейнеру своих детей и говорит, детка, вот видите, вот мусорный контейнер. Жара, мухи летают над контейнером, зловоние. И тут знаете, что трансформеры – это обитатели мусорного контейнера. Если вы хотите в них играть, вот, пожалуйста. Дома у нас их не будет. А если хотите играть, вот, знаете, что и вдохновители идей трансформеров также, такой же мусор имеют в их сознании. Поэтому, если вы хотите играть, вот, идите на помойку. Хоть грубо, но эффективно. Спасибо. У нас снова изынок, Московская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Елена Юрьевна. Звоню вам из Московской области. Отец Дмитрий, но ведь кроме игр в компьютере есть много чего и другого. Скажите, какой опасность стоит в себе слишком раннее знакомство детей с интернетом? Спасибо за задание. Спасибо, Господи. Да, вы правы. В компьютере, в интернете, тем более, очень много есть чего другого, кроме игр. Причем сами игры-то тоже и бывают разные. Бывают развивающиеся. То есть развивающие сознание ребенка, его логическое мышление, которое не настолько вредно, если дозированно ребенок к ним приучается. Вообще интернет – это вещь такая, которую, наверное, сложно однозначно оценить. Потому что там много чего есть и полезного. Там легко найти какую-то информацию. Но для подростка и для детей подростков, тема нашей сегодняшней, как защитить мир детства, надо помнить, что ребенок в силу неустойчивой своей психики и неустоявшейся как нравственная личность, очень легко попадает в зависимость даже, казалось бы, безобидного общения в чатах. А особенность какая, что в чатах иногда можно под псевдонимом, под вымышленным именем выступать в качестве собеседника. Можно придумать себе совершенно ложную биографию. И одна даже девочка в пяти разных совершенно ипостасях выступала. И это отражается на психике ребенка тем, что у него самоидентификация личности расслаивается. Он потом не может понять, кто он на самом деле, кто он, там, Кэт или там, под такими названиями. И просто бесконтрольные сидения и пустые, пустопорожные разговоры в интернете, они ведь так же разрушительно влияют и на физическое здоровье. Потому что долго сидеть у мерцающего экрана, это так же разрушительно, как и сама компьютерная игра. И даже есть еще одна, вот как вот психологи Ирина Яковлевна Медведева, Татьяна Львовна Шишова, они обращают внимание еще на одну опасную зависимость от интернета. Это просто бесконтрольное скачивание информации. Это в основном подростковом, переходном возрасте. Информация, которая на самом деле подростку не нужна. Ни для чего, ни для учебы, ни для собственного развития. А он просто ее пытается как-то где-то найти, и в процессе, пока он ее ищет, у него возбуждение, кровь стучит в висках, он находится в таком взбудораженном состоянии. Когда он информацию нашел, скачал и полностью потерял к ней всякий интерес. Ну, взрослый, конечно, логически может подумать и задать вопрос, а зачем она тебе тогда нужна? Зачем ты потратил столько времени? Ребенок, не в силу еще логически оценит свои слова и поступки, он просто прожигает время, скачивая бесполезную информацию. И, конечно, отдельный вопрос. Это, конечно, вопрос отдельный, очень большой, о возможности миссионерствовать в интернете, в социальных сетях. Мне приходилось общаться и со священниками, которые достаточно активно в социальных сетях проповедуют. Ну, я могу свою частную точку зрения сказать, дорогие друзья, заранее прошу меня простить, это моя частная точка зрения, может быть, даже ошибочная. Мне кажется, что проповедь в социальных сетях едва ли имеет будущее. Даю себе отчет, что мои слова могут показаться очень неожиданными. Слишком несерьезный формат общения бывает иногда в социальных сетях. Слишком несерьезный. И слишком безответственный, когда люди, находясь на значительном расстоянии друг от друга, иногда под псевдонимами, вроде бы задают вопрос о вере, какие-то серьезные. Но настолько, а там же и другие участники, настолько комментарии бывают несерьезные, кощунственные. Вот, в частности, одна моя хорошая знакомая долго отвечала, старалась, душу изливала одному молодому человеку, рассказывала о сущности праздника Благовещения при Святой Богородице. И другие участники дискуссии тоже вставляли свои слова. А он продолжает глумиться, 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 смеяться, высмеивать, как сейчас, прошу прощения, прикалываться. И в конце концов один из благоразумных участников дискуссии говорит, девушка, не спорьте с плесенью. Плесень, она размножается спорами. Не надо объяснять человеку, если вы видите, что он просто смеется над вашими словами. Но мало, это еще полбеды над вашими словами, он уже смеется над истинами Христовой веры. Поэтому вот мое глубокое убеждение, может быть, я ошибаюсь, возможно, я изменю свою точку зрения, миссия в социальных сетях едва ли может иметь будущее. Хотя если есть люди, есть священники и миссионеры, которые достаточно успешно в этом поприще действуют, слава Богу, и помощи Божией им. Но вот мне лично кажется, моя субъективная точка зрения, что человек, у которого серьезные, глубокие, мировоззренческие вопросы, едва ли будет искать ответ в сети интернет. Мне так кажется. Когда серьезный, глубокий вопрос, жизненный, тут нужен личный контакт с человеком. Прийти в храм, увидеть там священника, смотреть человеку в глаза. Личный контакт. Слушаешь, соглашаешься, не соглашаешься. Личный контакт. Через интернет это достаточно сложно. Но, к примеру, те же самые энциклопедические данные, их же можно посмотреть в интернете. Совершенно верно. Просто как информация. Информация о какой-то празднике, истории какой-то обители, житие какого-то святого. Просто информативно. А вот вопросы важные, мировоззренческие, касательно человека. У человека, допустим, какая-то серьезная духовная проблема. Ну что ж, будешь в интернете искать, объясните мне мою проблему. Обязательно поедешь, узнаешь, если есть где-то какое-то священие, о котором известно, что он духовно опытный. Захочешь с ним увидеться, встретиться и ему изложить свою проблему. Личный контакт с человеком не на расстоянии тысячи верст. Это намного важнее и намного полезнее. Вот так мне кажется. Спасибо. У нас снова Айзанок Ливна на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а стоит ли вообще защищать ребенка? Ведь ребенок – это индивидуальность. Он должен быть индивидуальным и развиваться сам собой. Зачем портить его индивидуальность? Зачем сделать из него какого-то робота, который будет похожим на, например, на какую-нибудь фигуру, у которой чего-то добилось в обществе? Зачем издеваться и насиловать ребенка? Пускай ребенок сам выберет направление, которое ему действительно понравится. Пускай ребенок сам захочет кем ему стать, кем ему быть. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Какой хороший вы вопрос задали. Дай Бог вам многих лет жизни. Вы как раз озвучили один из широко распространенных воспитательных мифов, которые, к сожалению, бытуют в сознании современных людей. Сейчас даже такие вот бэби-клубы так называемые существуют, куда детей отдают родителей, а там вот компетентные, я бы в данном случае сказал, компетентные специалисты говорят, а вы со своими детьми неправильно общаетесь. С ребенком нельзя разговаривать, стоя перед ним. Надо обязательно встать на колени, чтобы быть на уровне с ребенком. Или сесть на корточки. Нельзя, чтобы ребенок, если вы там в детском саду, обращался к вам тетя Таня или тетя Оля. Надо просто, чтобы он говорил Оля. Чтобы вы были равными с ребенком. Чтобы ребенок не чувствовал дистанции. Иначе, как говорят вот эти специалисты, которые напитались этими ложными западными педагогическими инновациями, иначе ребенок чувствует, что вы давите, вы подавляете его личность, вы нарушаете его свободу. Да, к сожалению, такие мифы бытуют, и они очень разрушительно влияют на ребенка. Объясню вам почему. Ребенок, если у него партнерские отношения со взрослыми, с родителем в первую очередь, с воспитателем, допустим, в детском саду или с учителем в школе, он не чувствует защищенности. А раз нет авторитета, значит нет и защиты. И ребенок действительно рассуждает по-простому, как вы сейчас выразились, развивается так, как ему удобно. Вот захотел, я прошу прощения, оправиться, раз, снял в станишке и прямо здесь. Какая ему разница, кто вокруг? Ему сказали, так делать нельзя, вот есть отдельное место. Нет, а почему? А мне же так хочется. Захотел у кого-то что-то отнять, взял игрушку и по голове другого. Ну, ему же так хочется. А взрослые должны умиленно на него смотреть и говорить, пусть он развивается так, как ему хочется. Он возьмет какой-то острый предмет и в глаз ближнему. А взрослый что должен? Ну, пусть он развивается. Не надо из него делать робота. Пусть он развивается так, как хочет. Потом он с этим острым предметом в розетку. Ну, тут, наверное, уже у родителей сразу в этот момент что-то сработает здравое в душе. Или увидят, что он или в розетку, или там какую-то ядовитую жидкость хочет глотнуть. И тут, когда совершенно очевидная для сознания родителей опасность, они уже отложат эти ложные вымышленные мифы и сразу же одернут ребенка, тем самым нарушив его свободу. Ребенок заплачет. Если ему еще по попе дадут, скажут, ни в коем случае в розетку несу и острые предметы. Ребенок заплачет. Вы нарушаете мою свободу. Но родители здесь не будут церемониться. Потому что они видят явную опасность для его жизни. А еще больше опасность для психического и духовного здоровья ребенка, когда родители с ним в партнерских отношениях. И вот как раз на ваш вопрос, очень хорошо, что вы его задали, дай бог вам здоровья. Дело в том, что как раз роботом бесчувственным, безвольным ребенка сделает современная массовая культура. Потому что, я сейчас поясню, я думаю, вы со мной согласитесь, если без предубеждения серьезно, понаблюдайте за жизнью детей. Если ребенок слишком рано привыкает к вседозволенности, которую ложно называют свободой, чувство вседозволенности приведет его к тому, что он или вступит в какую-то бандитскую группировку, окажется в тюрьме, и его жизнь с самого начала сломается. Он не будет иметь будущего. Он не сможет создать полноценную семью. Не сможет приобрести профессию. Он не сможет ничего сделать в жизни. То есть, коверкается как раз жизнь тех детей, которым слишком рано позволяется делать все, что не хотим. Вот тоже такой был случай в метро. В метрополитене, значит. Стоят люди, достаточно большое скопление людей, и маленький ребеночек поднимает свою грязную ножку и вытирает ножку от стоящих рядом. Сидит рядом его бабушка и никак не реагирует. Женщина, которую испачкнул ребенок, она так отрыхнулась и терпеливо стоит дальше. Надеется, смотрит на бабушку, что бабушка среагирует. Ребенок смотрит, что бабушка ничего не делает. Поднимает вторую ножку и об следующего дядю тоже вытирает ногу. Он же свободная личность, не надо же из него делать робота. Пусть он развивается так, как считает нужным. Бабушка, которая, наверное, напиталась такими же тлетворными идеями, спокойно продолжает смотреть. Рядом стоял молодой человек в наушниках. Он наушники снимает и плюет в лицо этой бабушки. И говорит, меня точно так же, как вы, не делаете замечания ребенку, мне тоже никогда не делаете замечания. Я делаю то, что считаю нужно. Поэтому, чтобы ребенка избежать от подобного развития событий, чтобы ребенок как раз формировался как разумно свободное существо, надо его в детстве ограничить. Потому что процесс воспитания – это как раз процесс формирования личности. Когда объясняют, вот это можно делать и почему, а вот это нельзя и почему. У нас снова из-за ног. Муром на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка. Мы всегда с удовольствием слушаем ваши беседы. И черпаем всегда. У вас ответы как бойцам на нашу больную душу. Я многодетная мама. У меня сынок 7-летний. И вот я хотела бы задать вопрос по поводу домашнего обучения. Возможно ли домашнее обучение? Понятно. Спасибо, Господи. Конечно, домашнее обучение есть такая форма. Если позволяет возможность в том регионе, где вы живете, договориться, допустим, с руководителем ближайшей общеобразовательной школы, чтобы ребенок дома обучался, а потом сдавал зачеты, экзамены в школе, чтобы он как бы параллельно его процесс образовательный шел с его сверстниками. Такая форма есть. И тем более, наверное, в многодетной семье это проще сделать. Почему? Что социальные навыки ребенок и в семье получит. Если ребенок растет один в семье, то ему действительно для социальных науков надо общаться со сверстниками. С другой стороны, если дети будут все равно в закрытом пространстве находиться. В закрытом? А в закрытом все равно не получится, потому что вы имеете в виду, если в многодетной семье. Хоть и многодетная семья, но они же будут дома. И общаться будут между собой. Социальные навыки, они многодетные, в многодетной семье дети социальные навыки получают в семье прекрасные. Им даже не нужен детский сад. Они прекрасно знают, что ты что-то сделал больно, получил оплеуху. Сделал кому-то, что ты несправедливо отнял, точно так же поступят с тобой. И ты уже понимаешь, что так делать нельзя. А вот насчет образования, тут надо понимать, что есть один нюанс. Если недостаток социального общения ребенок будет компенсировать, уходя в виртуальную реальность. А такое, к сожалению, есть и даже в верующих семьях, когда покупают компьютер. И как форма поощрения. Вот ты сделал уроки, теперь садись, поиграй. То родители, конечно, делают очень большую ошибку. Хотя ребенок вроде бы воспитывается дома и обучается дома. Но через компьютер он все равно может получить вот эту инъекцию. Вот этой тлетворной массовой культуры, даже находясь дома. У нас снова звонок есть. Самара на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Самара. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Ведущий. Добрый вечер. Благословите Рабожий Сергий. Поплословит. Поплословит. Такой вопрос. А какую можно предложить альтернативу ребенку, чтобы он не выглядел в своей среде изгоем? Такой белой вороной. Спасибо. Спасибо, Господи. Да, спасибо, Господи. Очень хороший вопрос. Я вам позвольте даже сейчас расскажу случаи. Реальные случаи жизни. В одной многодетной семье. У меня отец достаточно сильная личность. Сильная в лучшем смысле этого слова. То есть, человек верующий, порядочный, понимает, что такое быть главой семьи. А глава – это значит тот, кто ответственен перед Богом за всю семью, за свои слова и поступки. И вот отец в этой семье воспитывает в таком патриархальном ключе. И у него мальчик, старший мальчик, как раз вот сейчас скоро в четвертый класс пойдет. И вот в школе, в обыкновенной общеобразовательной школе, где он учится, учится достаточно успешно. Классный руководитель как-то сказала накануне очередного Нового года, когда надо готовить какие-то костюмы, чтобы была новогодняя елка. И учительница сказала, ну, одеваться в костюмы, там, в платье Золушек сейчас не модно. Золушка сейчас – это не модный персонаж. Давайте мы оденемся все так, такие костюмы, как будто мы пойдем в гости к Шреку. Кто такой Шрек, я думаю, вы все знаете, дорогие друзья. Это такое зеленое, пучеглазое недоразумение, которое даже не знаю, как назвать, чтобы уж не оскорбить создателей этого монстра. И все, естественно, постарались, родители постарались для своих детей. И на новогоднюю елку все пришли. Кто в одежде какой-то там вампиров, кто вот эти Человеки-пауки, кто вот эти Бэтмены. То есть, липовые, вымышленные герои, реально несуществующие, вот этот липовый, дешевый героизм. Маленькие детки, так сказать, начальник школы обезображены там рогами, вот этими крыльями, леточек мышей. Кто пиратами, кто не пойми, кто. А этот отец, который не боялся, что его сын будет белой вороной. То есть, он не раб вот этих, скажем, стереотипов. Они ему сшили форму моряка, прям настоящую форму моряка, без козырку, с номинованием крупного варяг. В общих чертах рассказал ему о подвиге капитана Руднева и этого легендарного крейсера. И настоящий морякский кортик в ножнах прикрепил ему на ремень. Естественно, я сразу подчеркну, он его зафиксировал так, что ни сам ребенок кортик вытащить из ножа не может, ни его сверстники. Но он, на самом деле, настоящий кортик, прикреплен был у него на ремне. И вот когда на новогодней елке появился вот этот моряк в белой рубашечке с без козыркой, на фоне множества вот этих вордалаков, человекопауков, не пойми, как у всяких чудовищ, которые пришли на Новый год в гости к Шреку. Не к Деду Морозу, как вот принято, ну, по традиции, по крайней мере, у нас в России, к Деду Морозу приходит. И Дед Мороз приходит детям. А тут, оказывается, сам Шрек собирался к ним прийти. Конечно, выглядел внешне он как белой вороной, но надо было видеть реакцию всех детей, и в том числе их родителей. Родители всех остальных детей с каким восхищением смотрели на этого мальчика и подходили к отцу этого ребенка и говорили, вот ваш костюм самый лучший. А детки окружили, особенно мальчики. И вот надо было видеть глаза этих мальчиков, насколько вся вот эта вымышленная, ложная, наносная вот эта мишура, вот этот липовый героизм. Как он сразу рассеялся, как они из-за этого кортик хотели подержаться, из-за его формы. Бескозырку пробовали одеть на свою голову, а на головах рога, потому что он же Бэтмен, надо было эти рога как-то снять. И к радости отца этого верующего ребенка многие детки сняли наконец-то с себя рога и какие-то другие атрибуты липовых персонажей. И всем хотелось померить бескозырку с номинованием варяг. И его попросили, расскажи, вот ты в костюме кого-то, варяг, расскажи нам о подвиге этого замечательного легендарного крейсера, о подвиге моряков, защитников. И он кратенько рассказал. На самом деле, воспитывая детей в подлинном героизме, в национальном духе, в православно-христианском, мы создаем здравую альтернативу той зловредной массовой культуре. Поэтому никогда не бойтесь быть белой вороной, потому что настоящие личности – это как раз, по современному выражению, белые вороны. Но на этих настоящих личностях и современная наука, и культура, и искусство – все стоит на подлинных личностях. Спасибо. У нас снова есть звонок. Тюменская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Тюменская область. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Батюшка, здравствуйте. Такая тема, она на сегодня очень острая. Меня коснулась она тоже напрямую, как бабушку. Дело в том, что я, как бабушка, не смогла защитить свою ни одну внучку, ни старуху. Потому что, ну, сейчас мне просто-напросто запретили общение, исход в квартиру туда. Это проблема у моей дочери, которая раньше ходила в воскресную школу, все-все круто. И с того, что я куда бы я ни обращалась, по этому вопросу, по официальному каналу, вот в частности по старшебночке, которая идет в первый класс в этом году, которую я вырастила за пяти лет. Это было интересно, ребенок, она к храму приобщена, она летит в храм. Но сейчас, как только они, ну, купили квартиры, они сейчас новогодние, ребенку доступа нет, охране вообще, речи быть не может, Бог подойдет, церковь подойдет, так мне сказала дочь. Компьютер, вы видите, сейчас старая у них общая здесь, девочка, два годика. Ну вот, с много путей не общаясь. Вы знаете, страшно смотреть, когда я приходила, мне было бы зубка. Компьютерный стол, пять сантиметров нет, перед ним стоять за столом и с компьютером. Муж у меня постоянно в этом компьютере, вообще не играет, тут же пиво. Вы знаете, я сердце крови обливается, я человек нездоровый, у меня заболевание сердечно-сосудистой системы, очень интересный. И, в общем, я стала тушить ложку в рот ребенку, понимаете, мать или медведь. И вот она, знаете, не персонажи, не заняется, поэтому по экрану глазками, они не сливаются, вот эти перехватят, где-то ложку, вот, ей, скину, там, встали в рот, вы знаете, я не могла вообще это все смотреть. Конечно, я объясняла, я доказывала, я, скажу, что она ходила в храм, в ответную школу, она все понимает. Но понимаете, она все как у меня, раз выгнали, два выгнали, сейчас вообще, я даже внучек поздравляю с ним, раз не могу. Понятно, понятно. Спасибо, господи, я все понял, все понял. Ваша ситуация, в принципе, очень хорошо знакома. Я постараюсь кратенько ответить, кратенько. Проблема, с которой вы столкнулись, общая для всех тех людей, которые в детстве, может быть. Приобщились на волне, вот, когда вот в начале 90-х обращались к храму, приобщились к церкви, может быть, ходили в воскресную школу, но не укоренились, не утвердились в вере. И когда такие подростки, потом юноши, девушки уже становятся взрослыми людьми, не утвердившись, еле-еле поверхностно познакомившись с православием, они, к сожалению, уходят от церкви дальше, чем до своего первого знакомства с церковью. И среди таких людей, могу на своем горьком опыте сказать, есть люди. В детстве вроде девочку водили в воскресную школу, а сейчас на нее страшно смотреть, страшно слушать, что она произносит, с каким особым цинизмом они высказываются о Боге, о церкви. Естественно, в такой семье ребенку расти – это настоящее мученичество. Но в вашей ситуации что можно посоветовать? Если слова не действуют, а, судя по всему, к вам не прислушиваются, обратитесь к заступнице усердной рода христианского, к Пресвятой Богородице. Возьмите у священника ближайшего храма благословение правило читать канон Пресвятой Богородицы, молебный канон в каждом молитвослове. Многими содержим на пасме первые слова тропаря. Возьмите себе благословение читать хотя бы по средам и пятницам. И со слезами просите Пресвятую Богородицу вразумить и взрослых, и сохранить детей. Поверьте, нет человека, который бы просил Пресвятую Богородицу, не был бы услышан. Сами удивитесь, как быстро Пресвятая Богородица вмешается в ситуацию и вам поможет. Терпение вам и сил, моя дорогая, терпение и сил. Спасибо, Батюшка. Но, к сожалению, время нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу и завершение. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотел вам, дорогие друзья, пожелать терпения, сил, боритесь за души своих детей. В качестве информации, которая могла бы быть полезной, рекомендую вам книги известных психологов Ирины Яковлевны Медведевой и Татьяны Львовны Шишовой. В частности, «Кто соблазнит малых сих» – СМИ против детей. Также сборник «Ребенок» и «Компьютер». Очень замечательная книга, где собраны как раз выводы, наблюдения специалистов, психологов, в том числе некоторых из тех, которых мы сегодня цитировали. Также книга этих авторов «Бомбы в сахарной глазури. Технология обмана». Очень интересная книга, изданная была Даниловским благовестником, издательством Даниловского монастыря, Елизавета Старикова «Чего не знают родители. Размышления вчерашней школьницы». Как раз о том, как современная массовая культура, как она проплачивается и как она внедряется в мир детства и подростков. Также книги Ирины Яковлевны Медведевой, Татьяны Львовны Шишовой «Родители и дети. Конфликт или союз». И книга для трудных родителей «Блиц-педагогика». Вообще любые книги этих замечательных авторов, если вам попадутся, приобретайте. И давайте своим друзьям, знакомым, приносите в школу, классному руководителю подарите накануне какого-то праздника. Именно подарите, скажите. Дорогая Марья Ивановна, это вам лично подарок. Ей будет приятно. На день учителя. На день учителя. К первому сентябрю можете приобрести и подарить. И стараемся вместе с вами освобождаться от ложных мифов, которые бытуют в сознании современных людей. Храни вас всех, Господь. Спасибо, батюшка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергио-Посадском богачине и Московской епархии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери Силы Ахтырка, протерея Дмитрия Бежинари. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»